Продолжение следует... Итак, 26 ноября на арене О2 в Лондоне, Великобритания, Зак Паркер сразится с Джоном Райдером. Это будет бой за временный титул WBO в суперсреднем весе, и победитель станет обязательным претендентом на полноценный титул WBO, которым владеет Канело. Ранее WBO уже назначала бой за временный титул между Паркером и экс-чемпионом мира в среднем весе Деметриусом Андраде. Но Андраде отказался от поединка уже после того, как Воррен, представляющий интересы Паркера, выиграл торги на право проведения этого боя, потому что не сошлись в ценовой политике, и бой выставили на торги. И Андраде уже отказался после. Вообще, в последнее время Андраде много чего там отказывается, и я не понимаю, чего он хочет. Букмекерские конторы выставили уже коэффициенты на этот титульный поединок. Паркер открылся фаворитом встречи. На победу Паркера можно поставить котировочку 1.44. Ну, а коэффициент на победу Райдера составляет 2.62. Пройдемся немножко по боксерам. Это не такие сильно известные такие боксеры, как мы привыкли видеть. Но я думаю, о некоторых, я думаю, например, о Паркере мы еще услышим. А, в принципе, о Райдере тоже. Начну с Зака Паркера. Он занимает 19 место в рейтинге. Это 28-летний британский боксер. Дебютировал он на профринге в 2015 году. В послужном списке у него 22 поединка. Все он выиграл. А 16 из них завершил нокаутом. Вот. Не имеет он поражений на профринге, но, конечно же, в его послужном списке и нету таких известных имен. Из поверженных соперников я могу выделить только, наверное, Дэрила Вильямса, Рохана Мурдока и Хусанова. По крайней мере, все. Больше никого такого более-менее известного я не знаю. Последний раз «Проспект» выходил в ринг в ноябре 2021 года. Уже год. Он досрочно остановил в четвертом раунде безызвестного соотечественника Маркуса Моррисона. И вот в рейтинге всемирной боксерской организации Паркер находится на третьей строчке. Паркер провел он три защиты второстепенного или, скорее, третьестепенного титула WBO интернациональный. И, соответственно, имеет полное право боксировать за этот титул. Что делает Зак в ринге? Он неспешно начинает бой. Он постепенно включается в работу. Он присматривается к оппоненту несколько раундов. Так, знаете, держит его на джебе, на дистанции. Неплохо. Неплохо он двигается. Я бы даже сказал, отлично двигается. У него такой точный неприятный джеб. Хотя он и не влаживается особо в этот джеб. То есть, он такой вроде бы легкий. Но сила удара у него есть. Отдельно отмечу работу ног и защиту корпусом. Неплохо он это делает. Его рост 183 см. Размах рук 188 см. Перейду к Джону Райдер. Занимает он вторую строчку в рейтинге. Ему 34 года. Он тоже британец. Выступает он на профринге с 2010 года. На его счету 36 боев. 31 победа. 17 нокаутом. И 5 поражений. Из них 1 нокаутом. Да, у него были там конкурентные поединки. Были конкурентные поединки с Билли Джо Сондерсом. С тем же Рокки Филдингом. Джеком Анфердом. Который он там проиграл соответственно. Это были конкурентные поединки. Но Нику Блэквиллу он проиграл нокаутом в седьмом раунде. Тут как бы уже не до конкуренции. Тут уже чисто нокаут. В ноябре 2019 года Райдер проиграл по очкам тогдашнему чемпиону WBA в суперсреднем весе Калуму Смиту. Это было довольно таки спорное судейское решение. И после этого боя он провел еще три боя. И в своем последнем бою в феврале Райдер одержал крупнейшую победу в своей карьере. Он перебоксировал по итогам 12 раундов именитого американского экс-чемпиона Даниэля Джейкобса. Многие видели этот бой. Там победа была раздельным решением судей. На мое, конечно же, скромное мнение личное. Мне показалось, там очень был близкий бой. Там очень был близкий бой. Но мне показалось, что все-таки Джейкобс выиграл. Но там как раз я согласился с тем судьей, который отдал победу Джейкобсу. Там 115-113. Но бой проходил в Англии, поэтому отдали победу Райдеру. Возможно, если бы он был где-то в Америке или в другой стране. То, возможно, отдали бы победу Джейкобсу. Кроме Джейкобса из пройденной оппозиции можно выделить таких боксеров, как Патрика Нильсона, Андрея Сироткина, Билала Акави и Джейми Кокса. Это с таких более-менее известных. Кстати, в рейтинге он находится в всемирной боксерской организации. Райдер находится на четвертой строчке. Поэтому подерутся третий и четвертый номер рейтинга. Он левша. Его рост 175 см. Размах рук 183 см. Джон любит работать на средней и ближней дистанции. На дальней он не особо. Ну, в принципе, размах рук у него неплохой. Но не любит он работать на дальней дистанции. Он такой прессинговать любит. Ну, разберем бой. Преимущества в антропометрии на стороне Паркера. Райдер ниже оппонента на 8 см. Разница в размахе рук на 5 см. Паркер превосходит. Но Райдер левша, как я уже говорил. Но и у Паркера тут есть заготовочка. Он умеет менять стойки. Так что я не думаю, что Райдер левша сыграет какую-то огромную роль. И доставит Паркеру какие-то неудобства. Что будет в бою? Ну, так как я думаю, как я это вижу. Я думаю, что Райдер будет навязывать Паркеру плотное силовое противостояние. Думаю, что преимущество в размахе рук, конечно же, поможет Паркеру сдерживать соперника. Некоторую часть поединка на дальней дистанции. Набирать очки за счет джеба. Забирать некоторые раунды. Но этот бой легким не будет. Он не будет легким ни для кого. То есть, это будет конкурентный тяжелый бой. Райдер, конечно же, будет иметь свои успешные моменты. Забирать некоторые раунды. Ибо сокращать дистанцию он умеет. Он отлично работает вблизи. Много пессингует. Меняет углы атак. Он также знает, как нивелировать. Да, разницу в антропометрии. Кто смотрел бой с Каллумом Смитом, тот понимает, о чем я говорю. Он там хорошо в некоторых отрезках сокращал дистанцию и перебивал Каллума Смита. Паркер будет вязать Джона на ближней дистанции. Я думаю, так он будет его вязать. Потому что будут клинчи происходить. Так что, я думаю, нас ждет вязкий бой. Так как райдер любит и придержать там руку оппонента, возможно, местами. То и, возможно, конечно же, с элементами борьбы. В боксе это случается все чаще и чаще. Паркер умеет боксировать на дистанции. Он умеет. Иногда, конечно, он лезет в размены, чтобы продемонстрировать свою ударную мощь. Ударить жестко он может. Но в основном он боксирует с дистанции. Думаю, Паркер будет работать вторым номером, передвигаясь по рингу. Он будет выжидать момента, чтобы плотно попасть. Джон предпочитает постоянно прессинговать оппонента. Но главное для него не позволить Паркеру попасть по себе вот этим плотным ударом. Как я говорил, Паркер может это сделать. Прогноз. Я думаю, что мы увидим равный поединок, который продлится всю дистанцию. Паркер работает легко, не заряжается. Поэтому, я думаю, в глазах судить он будет выглядеть эффектнее. Вот. Возможно, мы увидим и раздельное решение. Вполне может быть. Но так или иначе, я думаю, бой закончится в пользу Зака Паркера. Я думаю, что по очкам у Райдера шансов выиграть нет. А тяжелым ударом он таким не обладает, чтобы нокаутировать Паркера. Поэтому, думаю, бой продлится всю дистанцию. И все-таки отдадут победу Паркера. Возможно, да, раздельным решением. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях, как вы считаете, кто одержит победу. Удачных ставок. Пока.